Физика Вот вы и приступили к изучению физики. Что же это за наука такая, физика? Первыми физиками были древнегреческие философы. Самым известным из них был Аристотель. Именно он и ввел в научный обиход термин физика. В русском языке слово физика появилось благодаря великому русскому ученому Михаилу Васильевичу Ломоносову. Он перед вами на портрете. Слово физика имеет греческое происхождение, как вы уже поняли, и переводится как природа. Таким образом, физика является наукой о природе. О физических явлениях природы. Что изучает физика? Физика изучает физические явления. Физические явления – это изменения, которые происходят в природе. На картиночках мы с вами посмотрели, какие явления природы мы можем наблюдать и относим их к физическим явлениям природы. Вот тут еще другие явления природы мы можем выделить. Биологические, химические и так далее. Но нас с вами интересовать будут только физические явления природы. Физические явления – это изменения, которые происходят в природе. Дождь, радуга, гроза, роса. Или происходят по желанию человека. То, что мы сами можем проделать в природе. Ну, например, я беру мяч и бросаю его. Это по моему желанию происходит. Или ставлю на плиту чайник и кипит в нем вода для чая. Это тоже по моему желанию. Физические явления могут быть механическими, электрическими, магнитными, оптические, тепловые, атомные, акустические. Механические явления – это явления, которые связаны с перемещением тела. Движение трамвая, движение дирижабля, применение рычага, движение планет и так далее. Все это мы будем относить к механическим явлениям. Электрические. Электрические явления. Ну, вот у нас тут чайник нагревается. Электрические или обыкновенный вы на газ поставили. Сварка, компьютер работает. Там происходят электрические явления. Лампочка ваша засветилась. Молния сверкнула. Это все электрические явления. Магнитные явления. Это то, что мы с вами можем наблюдать чаще всего. Магниты, которые мы, постоянные магниты, которые мы имеем в обиходе. Даже магнитики, которые вы приклеиваете на холодильник с какими-нибудь картиночками. Магнитные явления вы наблюдаете, когда пользуетесь компасом. Это будет тоже все магнитное явление. Оптические явления. Это все, что связано со светом. Солнечное затмение. Например, горение свечи или электрическая лампочка в свете. Или, например, мы видим радугу. Это тоже связано с оптическим явлением. И будем говорить, что это дисперсия света происходит. Разложение белого цвета на составляющие. Акустические явления. Акустические явления. Все, что связано со звуком. Это музыка где-то, звонок там у вас, вы услышали, да? Вот вам будильник по телефону. То есть, все, что связано со звуком, так или иначе, это все у нас будет относиться к акустическим явлениям. Тепловые явления. Тепловые явления будут связаны. Ну, работа теплового двигателя, например, двигатель внутреннего сгорания. Там извержение вулкана. Мы с вами сможем наблюдать. Ну, кто-то в близкую, где вулканы есть, кто-то живет, наблюдает. С теплом связано. Ну, это далеко от нас. Солнышко греет, снег тает. Пожалуйста, тепловое явление. Далее, тепловое явление. Наоборот, снег, лед образовался, была лужа. То есть, осень мы с вами. Это тепловое явление. Ну, и так далее. Можно без конца это говорить. О том, что чайник там закипел, нагрелась вода. Тепловое явление. Это все, что мы можем наблюдать, видеть и как-то характеризовать. Атомные явления. Ну, атомные явления мы, конечно, с вами наблюдать как таковые не можем. Ну, все, что связано в нашем понятии с атомными явлениями, это вот ядерные реакции какие-то, атомные бомбы и так далее. Но само вот эти атомные явления, конечно, мы с вами не можем наблюдать. Мы можем о них говорить. И чем старше мы будем становиться, тем ближе мы будем знакомиться с этими вещами. И главная задача физики. В чем заключается главная задача физики? Открыть законы, которые связывают между собой различные физические явления, происходящие в природе. Найти связь и причины явлений. То есть изучать, наблюдать, ставить эксперименты и установить, в конце концов, закон, по которому эти явления происходят. И описать математически, то есть формулами, чтобы можно было спрогнозировать это явление природы. Использовать на благо человека. Только так смогли появиться различные технические изобретения, которыми мы с вами пользуемся. Тот же двигатель внутреннего сгорания, тот же самый самолет, та же самая ракета, автомобили и все-все-все, что нас с вами окружает, холодильники, компьютеры и так далее. Это благодаря тому, что были открыты законы, по которым существует наша природа. И как ученые изучают физические явления? Ну, элементарно. Наблюдают, строят гипотезы, и опять наблюдают, проводят эксперименты, и опять гипотезы. И только после этого, и опять наблюдают, и опять проводят эксперименты. Потом рождаются теории и законы. Мы с вами сами постоянно наблюдаем за чем-то. И наши элементарные эксперименты с детства. Если взять горячую кружку, то можно обжиться. Мы установили экспериментально, и уже хватать горячую чашку, кружку или еще что-то не будем. Мы вывели для себя закон, что этого делать не надо, потому что это горячо. И так далее, и тому подобное. Можно об этом говорить сколько угодно, и мы будем говорить об этом, изучая физику. Итак, наблюдения. Если говорить о наблюдении, то ими занимались в основном философы древности, античности. А вот уже ученые средних веков, эпохи Возрождения, когда родились математика, физика, мы уже говорили и говорим о опытах. Не только были наблюдения, но уже проводились эксперименты, чтобы подтвердить эти наблюдения, подтвердить свои гипотезы и вывести какие-то законы. Вывод. Физика изучает мир, в котором мы живем. Явление, в нем происходящее, открывает законы, которым подчиняются все эти явления, устанавливает их взаимосвязи. Желаю вам успеха в изучении физики. Всего доброго.